здравствуйте вот мне что пришло очень переживал значит пришла из британии посылка не не выключает видео сайт сайт спортивные и в основном по велотематике крупнейший сайт в мире но покупал и не велосипедную хрень всякое такое и вот что пришло так давай сразу не бунтами сразу все выложу adidas это значит четко здесь clark sam2 но это велосипеда для гидравлики для ремонта и фанкир хит лиф он сайт по любому баф тряпочка шарфик о про это вот отдельно интересно интересно скидка просто бесконечно особенная так чайный action цикл вот обод вот работ это конечно вот водяной бот дешевле чем экспрессе так и поехали так значит двух словах посылка дошла за 20 дней без всяких пони экспрессов на хрен их с пони экспрессом стоило бы рублей на 800 дороже пришла бы ну может быть дней на пять быстрее но хрен с ним прикол в том что вот это стоило посылка вся пересылка из британии стоило 300 с небольшим 350 по моему рублей примерно при этом все дешевле чем здесь естественно покупать в россии и все это все товары со скидками с большими скидками попробую вспомнить сколько там какая на что скидка шла и значит короче говоря за 20 дней 350 рублей за доставку для сравнения если покупать что-то на озоне дали в каких-то отечественных интернет магазинах идет примерно столько же стоит значительно дороже например на озоне я помню книги покупал там что-то 600 рублей мне за доставку драли вот с алиэкспресса доставка дешевле даже есть там написано конечно же забыл как-то по английски то но короче бесплатная доставка до идет она там месяцами вот например баф я заказал на алиэкспресс где-то в октябре вот где-то в октябре заказал где-то в середине на октября и он никак не пришел еще до сих пор дней 40 в пути и все никак его не встречу а этот я заказал 20 дней уже здесь стоил он ой блин надо было посмотреть на на сайт зайти посмотреть чё почем блин сейчас вот гадай короче вот этот примерно рублей 200 мне стоил баф да еще до рублей 200 мне стоил это со скидкой а так он стоил 2800 что ли там примерно скидка 90 процентов я его купил дешевле чем здесь баб самый дешевый в магазинах спортивных стоит рублей 600 вот мне интересно что там за такое качество у меня есть баб с алиэкспресс которую стоил рублей на на 300 я уже не помню сейчас вот и сейчас мы посмотрим в чем разница этот с алиэкспресс вам стоит дороже чем вот этот из британии но он со скидкой цвет такой интересный при этом так и кепка adidas да чем был прикол она пришла немножко отличалась по весу и было написано что туда вскрывали то есть таможенник туда сунул свою мышиную рожу и решил что кепка adidas ему не нужно это ему тоже не нужно когда пидорская такая-то бутылочка это такая и в общем он не нашел ничего такого что ему могло бы пригодиться ему больше уже ничего не надо таможеннику он уже вместо плитки в ванной он обклеил айфонами краденами естественно найденными найденными в посылках и он же не знать чтобы мне еще взять из посылочки таможенник добрый и таможенник короче понюхал понюхал ну ладно пусть хоть хоть одну посылку пропущу хоть хоть из одной посылки ничего не украду представляешь какое счастье под новый год таможенник не сделал подарок ничего не украл ничего значит что с кепкой стоила на около 600 рублей она к сожалению бейсболка я надеялся что это будет просто кепка мягкая знаешь такая а тут какая-то хрень я подумал что если что я ее без проблем на авито заболтают все она мне там не подойдет не понравится цвет мне нравится и что на что я купился она была с большой скидкой кстати рублей 600 она стоила например настолько же стоит спортмастере в адидасе таких цены цен нет ни на что там даже носки дороже стоит не помню с какой она была скидка но довольно большой скидкой вся в ярлычках тут ярлычки все можно править настоящая она настоящая стопроцентная не поделка только интересно где есть где и произвели в китай китай чайна у нас айс все дела в чем прикол этой кепки почему я на нее купился не на надпись adidas хотя это тоже было не последним решающим для меня было важно и что меня особенно зацепило то что вот это вот ткань не пропускает ультрафиолетовые лучи то есть она защитой от ультрафиолета и я впервые вспомню нифига себе засчитает ультрафиолета 58 сантиметров вот у меня башка 59 она мне туго должна сидеть но мне дано сидит ну как зеркало гряну я не выгляжу как придурок полный дебил елки-палки архимадрид да не нормально сойдет короче говоря в жару тут еще смотри такая мягкая ткань здесь это чтобы под здесь собирался вот она полностью так вот идет в общем качество мне мне нравится качество прикольное но я терпеть ненавижу бейсболки за это вот этой твердой хрени здесь вот поэтому я еще подумаю можете закину задвину за что купил дороже то вряд ли получится ну швы аккуратность все такое ну то есть это это adidas настоящий дедас даже нечего всматриваться пальни паль тут нет такого пальни поле это стопроцентный adidas с известного магазина из британии ну как они приводят пальку этой этой не россии здесь полетом полетные вряд ли будут продавать давай посмотрим баф что такое баф это у меня будет еще один баф придется дешевый китайский нормальный китай дорогой китайский настоящий из британии я буду сравнивать в чем они чем они отличаются прикинь себе за 2 за 2 800 можно было такой купить когда он был без скидки он стоил 2 800 2800 представляешь я не вижу ничего особенного ну такой резиновый а вот китаец ну тоже резиновый нет этот более резиновый такой да он да он получше мне он больше нравится определенно если бы я не знал если бы я думал что они одинаковы ну если бы они были в магазине да по одной цене вот ну и рисунок был бы одинаковый я бы однозначно выбрал этот ткань гораздо мягче приятнее такая конечно есть такая грубая конечно тряпка голимая такая вот нежная мягкая если не заленюсь сделаю фотку вообще сильно отличается кстати сильно вот это вот так вот грубая нежная более тряпочная есть разница есть разница но не на двигать за 2 800 это конечно перебор ни в коем случае так у него нет ни вверх они не за все посмотрим что это похоже зеркало показалось а смотри-ка здесь прикинь здесь есть какая-то печать банкер байк длиннее длиннее с каждым разом так стопроцентный полиэстер ну и все такое made in china опять же сайт свой с без в той же в том же китае делают и мне кажется если они во вторую смену будут делать такие же и продавать ну так же как здесь со скидкой то можно брать ухты заметно удобней так учете сказать ну неплохо неплохо надо со всей среди смотреть сразу вполне он мне нравится мне не нравится только что панкер названием бренд как бы палишь ну как бы не обязательно это делать банки банки так ну и бутылочка танцева рублей 200 настоящий баф за 200 рублей купить можно но не знаю саган хэнди бушный который уже кто-то высморкался а так это даром если если она нужна то за 200 рублей купить настоящий это просто подарок так ну конечно 200 рублей кусок тряпки как то как рассуждает я тебе так скажу вещь нужная правда вот они тоненькие и не на всякую погоду но вот сейчас самое то может быть сегодня в ней прокачиваюсь посмотрим интересно еще как она выглядит когда вот так вот скомканная на шею покатался надо еще в магазин зайти мне не очень нравится красная полоска но другой стороны она будет подходить к велику к моему идеально меня велик будет черный черно-серый с красненьким и вот она будет прям идеально подходит хотя я выбирал естественно по цене было важно узнать что такое настоящий баф и теперь я знаю вот эта бутылка она стоит дешевле чем фикс прайсе фикс прайсе она стоит такая бутылка я думаю стоит рублей 100 хотя я не видел там таких я купил зря не продают они там какие-то были но абсолютно ужасные и вот благодаря этому сайту это название сайта она стоит 70 рублей или 75 не помню неважно никаких запахов ничем вообще не пахнет красивая 450 где-то пол-литра здесь для велосипеда смотри как сделано для держателя прям идеально будет здесь никуда не денется жалко что не красная жалко что нет крышки я не понимаю почему эти все бутылки продаются без крышек потому что как ты будешь ездить у тебя весь вот мусор здесь собирается потом ты отсюда будешь пить ну как это я не понимаю эта штука кстати такая резиновая серьезная в магазине фирменном магазине adidas ну примерно такая бутылочка стоит рублей 850 примерно просто такая же точно я даже сказал мне это больше нравится потому что adidas овская она такая твердая это такая мягкая вот но за 70 рублей надо брать я не знаю это просто в хозяйстве где угодно просто вот цветы поливать 70 рублей это у это просто дешево я не знаю и кстати это то что скидкости интересно процентов 50 на скидка у нее бери пока бери пока есть конкретно для моей системы тормозов вот хотел если было по на красное можно было бы на велик а так она к моему велику на нем будет смотреться на не очень я посмотрю еще прикину но в сухую погоду чисто по городу наверное с ней можно есть ну-ка попробуем к тесту зубами отлично отлично мягкая резина приятная легко зубами легко выдергивается а вот я смотрел в магазине adidas ту бутылку там вот этот хрен вытащишь такая жесткая единственное что они красивые конечно очень 11 ски вот бутылочки и все я с ней могу ходить например брать ее в качалку если я наконец-то начну ходить в качалку я буду с собой брать она хорошо смотрится она удобная она компактная правда маловато тут воды ну я думаю не хватит можно две такие взять если я буду что-нибудь заказывать на этом сайте еще я обязательно в довесок еще бутылочку одну такую возьму но пробка из другого цвета постараюсь в принципе все я еще хотел там за 500 красную бутылочку взять наверное все никак нету то есть я корзину кладу потом прихожу покупать и горит она кончилась как то так кепка кепка мне самое главное что вот защита от ультрафиолета камера наверно не передает может передает ты передаешь не передаешь камера не такой вот сблизи смотришь у нее такой материал такой прикольный наш он такой прям прям такой настоящий такой как наш какой-то как какой-то карбон какой-то уголь не знаю угольно карбоновый такой весь прям цвет такой ровный вот качество конечно офигенная меток внешне нравится но это никто не заценит короче говоря я бы ее пожалуй бы не носил я бы еще сильно подумал но то что она защищает от ультрафиолета это это наверное то из-за чего она у меня останется я почти у почти уверен что есть не останусь вот фотку я наверно выложу как и в ней выгляжу и в бафе и будущем еще смотри будет я еще похожу в этом бафе расскажу ну посмотрю как какие отличия от дешевого салика и не не дешевого нормального такого дорогого салика дорогого настоящего и еще придет дешевый салика еще дешевый салика поюзаю и скажу уже какая разница если смысл что там покупать дорого или либо дешево и обещал галик отошел там уже забыл сказать буквально сегодня ты можешь выключать это только для гали я не знаю надо готовиться конечно было подготовиться для чего нужны стяжки вообще мне кажется лайфхак со стяжками можно погуглить наверное что-то найдешь что с ними делать как он сливки шоу наверняка снял ни одно видео на стену мы верткую желтенькую качество говно мне кажется но алиэкспресс сейчас секунду так вот к примеру стяжка с беленькой вот например стяжка из магазина полу веломагазина подходит с какого-то магазина стяжка она видишь какая твердая наверно так если сделать она вот уже ломается чуть согнул она лопается вот я про что говорил писал что стяжки стали отвратительного качества они просто лопаются а здесь с алика мне нравится смотри она вот и то есть такая пластмасса пищевая лучший ее пример где можно увидеть это яйца из киндер сюрприза правда сейчас они тоже бодяжные вот раньше были такие яйца из киндер сюрприза такие знаешь друг друга которые вставлялись не не вот так вот она открывается просто вставляет старый еще лет десять назад которые были есть киндер сюрприз эти желтые такие желтые синие там всякие вот они были очень хороший пищевой пластмассы и то есть очень хорошая пластмасса здесь примерно такая же вот она такая мягкая йод хрен порвешь вот эту это порвется муж она хрупкая это не совсем пищевая пластмасса но или ее дешевая версия она такая вот ломается начнешь стягивать она лопнет значит как я их использовал например их использовал многоразово вот здесь вот вставляешь так не этой стороной а вот этой стороной вот так вот вставляешь и затягиваешь например провода запись выключил зараза допустим пучок проводов там берешь об и стягиваешь но стягивается слабенько мешок можно какой-нибудь стянуть так более-менее просто стены но вот она туда-сюда ходит видишь мешок можно стянуть вот стянулся мешок отлично стягивает но он это растягивает а если перевернуть чтобы зубчиками вовнутрь было да зубчиками вовнутрь вот она вот и и когда тянешь она шуршит слышно все обратно уже не идет все ее уже не вернешь она вот все сломалось то есть ее можно выкидывать но вот такой остается мыльные пузыри наверно можно так делать такой вот все что все что можешь придумать с ней вот что им еще делал но так провода допустим сжимал так вот этой стороной идет над плитусами у меня пачка проводов такая плохая ужас жесткая но жесткая она получше держит немножко вот и вот эту часть вот эту часть хвостик за плинтус и вот провода вот так они как бы сложены вместе но это не очень удобно кстати такие стяжки а потом мне допустим один провод не нужен какое-то время раз достал либо еще какой-то ставил этот убрал сюда другой поставил новости ну можно вынуть ее в любой момент и разобрать а если стянуть намертво то потом уже их придется резать ну вот эти стяжки ну и на велосипеде всякие там провода вот когда идут снова для велосипеда используются всякие провода идут и тому так прижимаешь к раме чтобы они держались и там эти штуки вроде бы как я видел как-то их можно удлинять ну не просто разные вот как-то их можно удлинять уровнем что-то большое можно сделать две-три такие стяжки толстые стяжки такие есть прям широкий это вообще серьезные женут они уже они уже продаются послушно ими можно уже руки стянуть человеку как наручники в кино наверно видели да все ты видела кино вот больше не знаю чего рассказать про стяжки они расходник раньше они были дорогими хренги продавались сейчас они в принципе продаются проблем нет стянуть две стяжки об желтая все-таки не выдержала внутри к не знает она проверять в деле короче куплено они были вот мне нужна одна одна единственная стяжка одна и не красненькая маленькая кстати для велосипеда для вилки поэтому я купил целую пачку но эти тоже куда-нибудь из расхода да у то как раз ее и хватит мне на вилку на вилку ставится это мне переднее колесо которое держит вот она вилка здесь колесо ставится на одну ногу вилки вилка амортизирует и показывает до какой степени она амортизирует но это больше для красоты для понтов вообще там ставится резинка я придумал стяжку стоит где взять такую резинку я не знаю все так макет пошел на фотосессию а ты кофейку попей что а то совсем уж поймаешь день только начинается они день день уже кончается ты еще кофе не не пила к она короткая коротковата эта стяжка очень короткая возможно мне ее не хватит да и если что вот здесь вот за этот хвостик тянешь пассатижами здесь тоже можно пассатижами придерживать другими вот когда сильно натягиваешь но она лопнет это ж стяжка иногда бывает стяжка а все это видео-то кончилось я пошел